Ганс Христиан Андерсон. Снежная королева. История третья. Ганс Христиан Андерсон. 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 подошла чуть не к самому берегу, и девочка закричала еще громче. Из домика вышла старая-престарая старушка с клюкой, в большой соломенной шляпе, расписанной чудесными цветами. «Ах ты, бедная дитятка», сказала старушка, «и как это ты попала на такую большую быструю реку, да забралась так далеко?» С этими словами старушка вошла в воду, зацепила лодку клюкой, притянула к берегу и высадила Герду. А Герда была рада-радеженька, что очутилась наконец-то на суше, хоть и побаивалась незнакомой старухи. «Ну, пойдем, да расскажи мне, кто ты и как ты сюда попала», сказала старушка. Герда стала рассказывать ей обо всем, а старушка покачивала головой и повторяла «Угу». Когда девочка закончила, она спросила старушку, не видела ли она Кая. Та ответила, что он еще не проходил тут, но верно пройдет. Так что горевать пока не о чем. Пусть Герда лучше отведает вишен, да полюбуется цветами, что растут в саду. Они красивее, чем в любой книжке с картинками, и все умеют рассказывать сказки. То старушка взяла Герду за руку, увела к себе в домик и заперла дверь на ключ. Окна были высоко от пола, и все из разноцветных красных, синих и желтых стеклышек. От этого и сама комната была освещена каким-то удивительным радужным светом. На столе стояла корзинка с чудесными вишнями, и Герда могла есть их сколько угодно. А пока она ела, старушка расчесывала ей волосы золотым гребешком. Волосы велись кудрями, и золотым сиянием окружали милое, приветливое, круглое, словно розы личико девочки. «Давно мне хотелось иметь такую миленькую девочку», — сказала старушка. «Вот увидишь, как ладно мы с тобой заживем». И она продолжала расчесывать кудри девочки, и чем дольше чесала, тем больше забывала Герда своего названного братца Кая. Старушка умела колдовать. Только она была не злой у колдунии, и колдовала лишь изредка для своего удовольствия. Теперь же ей очень захотелось оставить у себя Герду. И вот она пошла в сад, дотронулась клюкой до всех розовых кустов, и те, как стояли в полном цвету, так все и ушли глубоко-глубоко в землю, и следа от них не осталось. Старушка боялась, что Герда при виде этих роз вспомнит о своих, а там и о Кае, и убежит от нее. Потом старушка повела Герду в цветник. Ах, какой аромат тут был, какая красота, самые разные цветы, и на каждое время года. Во всем свете не нашлось бы книжки с картинками пестрее, красивее этого цветника. Герда прыгала от радости и играла среди цветов, пока солнце не село за высокими вишневыми деревьями. Тогда ее уложили в чудесную постель с красными шелковыми перинками, набитыми голубыми фиалками. Девочка заснула, и ей снились сны, какие видит разве только королева в день своей свадьбы. На другой день Герде опять позволили играть в чудесном цветнике на солнце. Так прошло много дней. Герда знала теперь каждый цветок в саду, но как немного их было, ей все же казалось, что какого-то недостает. Только какого? И вот раз она сидела и рассматривала соломенную шляпу старушки, расписанную цветами, и самым красивым из них была роза. Старушка забыла ее стереть, когда спровадила живые цветы под землю. Вот что значит рассеянность. Как? Тут нет роз? Сказала Герда. И сейчас же побежала в сад и искала их, искала. Да так и не нашла. Тогда девочка опустилась на землю и заплакала. Теплые слезы падали как раз на то место, где стоял прежде один из розовых кустов. И как только они увлажнили землю, куст мгновенно вырос из нее, такой же цветущий, как и прежде. Обвила его ручонками Герда, принялась целовать розы и вспоминать о тех чудесных розах, что цвели у нее дома, а вместе с тем и о Кае. Как же я замешкалась, сказала девочка, мне ведь нужно искать Кая. И она побежала из сада. Дверь была заперта, но Герда так долго шатал ржавый засов, что он поддался. Дверь отворилась, и девочка так босоножкой и пустилась бежать по дороге. Раза три оглядывалась она назад, но никто не гнался за ней. Наконец она устала и присела на камень и осмотрелась. Лето уже прошло, на дворе стояла поздняя осень. Только в чудесном саду старушки, где вечно сияло солнышко и цвели цветы всех времен года, этого не было заметно. Господи, как же я замешкалась, ведь уже осень на дворе, тут не до отдыха, сказала Герда и опять пустилась в путь. Ах, как ныли ее бедные усталые ножки, как холодно и сыро было вокруг. Длинные листья наивых совсем пожелтели, туман оседал на них крупными каплями и стекал на землю. Листья так и сыпались. Один только терновник стоял весь покрытый вяжущими, терпкими ягодами. Ах, каким серым и унылым казался весь мир! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok